Друзья, всех приветствую! Небольшая у меня уборка в помещении и как раз под рукой жидкости, которые у нас применяются при обслуживании большинства автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и прочие автомобили семейства Toyota Land Cruiser. То есть это по-простому джипаки. Начнем мы с трансмиссионных масел, которые применяются у нас в редукторах. Это передний мост и задний мост. Передний и задний мост у нас в основном применяются следующие технические жидкости. GL5 группа 7590 и также GL5 группа 7585. 7585 это современный продукт, который сейчас применяется во всех новых автомобилях Toyota. Это энергосберегающее масло, достаточно качественное. Его я практически постоянно использую при обслуживании автомобилей. Хороший продукт, рекомендую. 7590 более старый стандарт, скажем так, по применению. И при минусовых температурах существенных оно уже достаточно серьезно встает, скажем так, колом. То есть вот этот продукт хорошо себя ведет при минусовых температурах. То есть если вы эксплуатируете автомобиль, например, в каких-то северных регионах, то 7585 это ваш продукт. Если у вас регион теплый, то 7590 также без проблем вы можете применять в вашем автомобиле. Регламент по замене данных жидкостей это каждые 40 тысяч километров. Но если у вас, например, эксплуатация трассовая, то данный высококачественный продукт можно менять раз примерно в 60 тысяч километров. То есть все зависит от того, как человек эксплуатирует свой автомобиль. Если чисто трасса, невысокие скорости, невысокие нагрузки, без проблем 60 тысяч километров данное масло ходит. Единственный момент, первую смену масла рекомендуется сделать на 40 тысяч километров, как положено по регламенту. Потому что идет приработка деталей и, соответственно, много стружки в масле. Иногда даже можно уже поменять его на 20 тысяч километров пробега. Особенно те, кто автомобиль купили и начинают сразу активно эксплуатировать, плюс таскать прицепы. То есть запоминаем это примерно при очень серьезной эксплуатации через 20 тысяч первая замена и дальше через 40. Либо при обычном стиле вождения через 40 тысяч километров поменяли, дальше также либо через 40, либо 60. Примерно вот так вот. То, что касается раздатки. В современных автомобилях идет спецпродукт. Это 75WLF. Это продукт для раздаточных коробок. Раздаточная коробка обычно на крузаках мало нагружена. Поэтому первая замена обычно происходит на 80 тысяч километров пробега. Иногда и на 120, а иногда и на 160. То есть данный продукт, по большому счету, замены каждые 40 тысяч километров не требует. И иногда происходит так, что на свежем крузаке в сервис вы заехали, вам масло в мостах поменяли и тут же раздатку слили и залили туда, например, 75-85, 75-90. То есть они хороший продукт, топовый сольют и зальют, скажем так, не совсем то, что нужно. Поэтому с раздаткой не спешите проводить какие-либо манипуляции. Желательно применять туда вот этот современный продукт, качественный. И он хорошо бегает как минимум 80 тысяч километров. То, что касается жидкости ГУР, раньше Тойота применяла Декстрон 3. Сейчас повсеместно в современных автомобилях применяется современный ПЦФ. У меня его сейчас нету для образца, но как вариант аналог можно применять вот такой ССФ от фирмы Равинол. По допуску он соответствует как раз вот этим новым жидкостям тойотовским. То есть имейте в виду, что для современных автомобилей Декстрон 3 применять нежелательно. Либо берите оригинал, либо хотя бы вот такой более-менее продвинутый аналог. То есть он тоже хорошо ходит и у него хорошие технические характеристики. То, что касается регламента замены, если у вас Декстрон 3 применен в автомобиле, то это примерно каждые 40 тысяч километров вы меняете. Если у вас ССФ свежий, современный, то он тоже ходит порядка 80 тысяч километров и выше. Обычно меняется по состоянию. Но как минимум обычно 80 тысяч он выхаживает. Если условия эксплуатации очень суровые, тогда через 40 тысяч уже может потребоваться замена. Но это очень редко. То, что касается жидкости автоматических трансмиссий, то современные автомобили Toyota работают на жидкости WS. Регламент замены на 40 тысячах. Обычно это частичная замена, порядка 4 литров. Через следующие 40 тысяч вы меняете 8 литров жидкости, ну либо 9. Если у вас активная очень эксплуатация, вы таскаете прицеп, вы мотаетесь по бездорожью. Замена жидкости в этом случае может потребоваться чаще. Все это определяется методом контроля на проведении технического обслуживания. Но в среднем при обычной эксплуатации первая частичка на 40 тысячах, потом полная замена на 80. Тормозная жидкость, обычная Toyota Dota 4. По регламенту меняется каждые 40 тысяч километров. Может ходить, в принципе, и 60 тысяч километров. Здесь уже также все определяется по состоянию и по специфике эксплуатации. Вот это основной набор, который применяется в автомобилях Toyota. Мосты вы можете, если у вас тойотовского продукта под рукой нет, подбирать любые аналоги, которые вам больше по душе. То, что касается раздатки, можно применять также продукты серии GL4 и GL5 на ваше усмотрение. ГУР в основном Декстрон 3, либо качественный аналог оригинальных современных жидкостей. То, что касается коробки, я применяю только оригинал. Ну и уже длительное время, в принципе, и в мосты я применяю жидкости оригинальные. Либо, как вариант, есть еще фирма Neste, которую я тоже иногда использую по согласованию с клиентом. Данное масло трансмиссионное Neste стоит чуть-чуть дешевле оригинального, но по свойствам оно не хуже. Продукты Neste это масло 7590 гипоид S серия. Достаточно качественный топовый продукт, без проблем. Также ходит в курзаках отлично. Спасибо за внимание, друзья. Всем удачи, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok